«Я люблю свою маму, и я так рада, что с ней всё в порядке». Даяна Гумас сделала всё возможное, чтобы защитить 86-летнюю маму с лейкозом от коронавируса. По совету врачей, она перевезла её из Флориды в Мэриланд, в штат, где люди строже соблюдают масочный режим. Всей семьёй они придерживались карантина и ограничили круг общения мамы до минимума. Но в январе этого года они узнали, что у сестры Даяны положительный результат теста. Через день и у мамы был подтверждён коронавирус. «Я им уже говорила, что делать случай, если я не выживу». «Да, это так. Это ужасно, но ты думала, что не сможешь победить болезнь. Но, к счастью, у тебя всё прошло в лёгкой форме». «Да, это так». «Это настоящее чудо». Чудом они называют лечение препаратом бамланивимаб с моноклональными антителами к коронавирусу и коктейлем из антител «Регенерон», в состав которого входят кассири «Вимаб» и «Имдевимаб». Всего пару месяцев до того, как Барбара заболела, в США было выдано экстренное разрешение на применение этих препаратов для людей старше 12 лет. Обязательные условия – положительный результат теста на коронавирус, лёгкое или умеренное течение COVID-19 на момент терапии и наличие хронических заболеваний, при которых увеличивается риск развития тяжёлой формы болезни. «Я знала, что бывший президент получил этот коктейль из антител, когда у него был COVID-19, но я не знала, что лекарство доступно и обычным людям. Мои коллеги-медики подсказали мне, как подать заявление онлайн. В течение двух дней моя мама получила разрешение и ей ввели препарат». Чем раньше начать лечение антителами, тем лучше результат. Желательно на второй день после появления первых симптомов. Самый поздний срок – на десятый день болезни. В ходе клинических испытаний препаратов было установлено, что после введения коктейля болезнь протекает в лёгкой форме, что значительно снижает количество госпитализации и смертей. Барбара поправилась в течение десяти дней после этого курса лечения. Утомляемость, потеря, обоняние и вкуса были у неё единственными симптомами. Самым страшным в течение болезни стала для неё изоляция. «Помню, я открыла дверь моей квартиры, и там была большая табличка с надписью «Карантин». Никто не должен заходить сюда без защитной одежды». Сейчас коктейль из антител можно получить бесплатно. Один из самых крупных инфузионных центров в штате Мэриланд находится в Балтиморе. Он был открыт благодаря усилиям медицинского центра Джонса Хопкинса и медицинского факультета Мэриландского университета. В здании конференции центра в Балтиморе на подземном этаже развернули центр инфузионной терапии для больных COVID-19. Журналистов здания не пускают, объясняя риском заражения коронавируса. Больным, чтобы попасть в центр, необходимо предоставить форму, заполненную семейным врачом. Этот центр в Балтиморе в неделю может принимать до 400 пациентов с коронавирусом. Весь процесс получения так называемого «коктейля из антител» для лечения COVID-19 длится три часа. Сначала больных коронавирусом регистрируют медицинские работники в защитных костюмах. После, в течение одного часа, они получают внутривенную инфузию. Затем еще один час они находятся под наблюдением врачей. Если что-то пойдет не так, и у больного случится приступ аллергии, у здания дежурят машины скорой помощи. В этом центре «коктейли из антител» получили 1200 пациентов. Лишь у 10% наблюдались побочные эффекты. В большинстве случаев повышение температуры тела и озноб. Оба эти препарата продемонстрировали положительный результат. В ходе клинических испытаний за пациентами, получившими препарат, наблюдали в течение 29 дней и сравнивали их с группой плацебо. Последний, в отличие от тех, кто получил «коктейль», во время болезни обращались за врачебной помощью, попадали в отделение экстренной и медицинской помощи, нуждались в лечении и после активной фазы болезни. С тех пор, как препараты стали широкодоступными, новых исследований не проводили. Нам поступает информация от семейных врачей, которые направляют к нам пациентов и наблюдают потом за ними. И они замечают разницу между теми, кто согласился на применение препарата, и теми, кто отказался. У пациентов с лейкозом иммунодефицит, и их организм не способен вырабатывать самостоятельно антитела. Но они лишь одна из тех групп людей, которым помогло это лечение. Хронические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания и болезнь лёгких у людей старше 55 лет, гипертония, диабет и ожирение в любом возрасте у людей со всеми этими заболеваниями – высокий риск развития тяжёлой формы COVID-19. В первую очередь доступ к этому лечению получат они. Пока лечение коктейлями из антител, область мало изучена. Но если ещё несколько недель назад Американское общество по инфекционным болезням выпустило рекомендацию, согласно которой пациенты должны быть информированы о неопределённых преимуществах и побочных эффектах, то сегодня врачи-инфекционисты говорят об эффективности метода с большей уверенностью. «Есть свидетельства того, что коктейль из антител предотвращает развитие более тяжёлой формы COVID-19 и госпитализацию. Основываясь на этих данных, у меня больше уверенности в пользе этого метода лечения». Вакцинироваться можно только через 90 дней после введения препарата. Барбара уже отчитывает дни. «Я позвонила в этот центр, чтобы уточнить, когда именно мне вводили препарат. И я всё время проверяю в календаре». В планах у Барбары долгожданное путешествие с семьёй на историческую родину, в Грецию. Путешествие, которое она запланировала давно, не подозревая, что последние годы жизни пройдут не совсем по её сценарию. Ануша Витясян, Сергей Соколов. Настоящее время Америка. Вашингтон.